здравствуйте сегодня мы начинаем с вами общение совершенно новом и для меня и для вас совершенно новой форме я считаю что времена действительно поменялось и многие люди предпочитают общение уже не через книжную страницу а через скажем видео аудио записи через гаджет то есть на самом деле ничего плохого здесь нет поскольку я сам свое время когда второй раз изучал медицину то есть в институте в венгрии в сегиде я начитывал в свободное время или просил своих сокурсников начитание потом слушал аудио записи хочу сказать что в общем то неплохо эта информация вливалась меня и я до сих пор очень хорошо чисто помню не только те эту информацию которая получала тот экстерьеры и те пейзажи которые которые попадались мне когда я это делал слушал ехал в машине на самом деле я сегодня хочу начать цикл таких статей аудио видео статей или же глав и в конце концов выйти на форму такой большой аудио видео книги которая бы хотел рассказать вам или же изложить поделиться теми опытами и наработками знаниями которые очень накоплены за эти годы работы врачом и работы с пациентами это будет не только медицинская информация это будет большей степени рассказ о личных переживаниях базирующийся или сочета сочетаемый с тем опытом который в общем-то каждый день человек накапливает на самом деле я считаю что единственная ценность которую которую может накопить человек в этой жизни это опыт опыт который он приобретает изучая мир сталкиваясь с людьми общаясь с ними и человеческое сознание как и подсознание такой уникальный резерв резервуар которым произойдет фильтрация полученной информации и та чистая квитэссенция которая действительно которую можно назвать опытом будет отложена и перейдет из обычной ментальной сферы в более тонкие слои нашего сознания и как считается скажем в ведической культуре именно с этим с этим опытом человек и уйдет и понесет собой ничего не дома не могу не автомобили не острова не любимых и не любимых а именно опыт переживаний который будет связан и с домами и с островами и с любимыми опыт переживаний каждый человек накапливает по-своему это уже зависит от того чем занимается человек к чему призвание или не призвание куда поставила его судьба и что именно ему приходится делать если человек выполняет свою работу и вообще живет осознанно задумываясь вникая в то что происходит с ним он он переживая это пропуская через свое сознание через сердце вот тогда накапливается опыт этот бесценный абсолютно бесценный запас который будет формировать формировать человека в следующей жизни ну а пока пока мы с вами поговорим о том об актуальной теме и я именно они и хочу дальнейшем они хочу вести речь я поговорю с о здоровье медицине здравоохранение и вообще о жизни жизни в этом высоком по славянском понятии живот жизнь то есть все что соотносится с человеком с его пребыванием здесь на этой земле вот и то как может человек пройти этот свой путь отпущенные ему годы он может пройти это безусловно легко красиво вот и в общем то получая какое-то удовольствие наслаждение от жизни а может идти через страдания через боли болезни и в общем то тогда жизнь как говорят становится невыносимой хочу сказать что в большей степени все это зависит от человека только от человека и не от каких-то либо обстоятельств или же везений невезений вот конечно от человека и когда я говорю о человек это значит от его кармы то есть от той причинно-следственной связи которую человек будет за собой нести об этом я уже сказал упомянул говоря о опыте опыт может быть позитивный и опыт может быть тот от которого человеку становится не по себе и вот он совершая какие-то поступки уже программирует себя и программирует свое будущее поэтому когда мы говорим о здоровье и о здравии мы не можем не говорить о поведении мы не можем говорить не можем не говорить о человеческом сознании мы не можем не говорить о тех глубинных переживаний которые мы называем переживанием души вот и горе тому врачу который пытается закрывать глаза и делать вид что этого нет что существует только материальная оболочка которую он добросовестно изучил за 6 лет в университете и теперь он в общем то равен тому создателю который когда-то на создал и в общем все ему понятно на самом деле хочу вам сразу сказать ничего не понятно у него не может быть понятно и когда человеку все понятно это значит что к сожалению уровень и степень его эволюционного развития на этом закончилась потому что нельзя не вспомнить слова сократа чем больше я знаю познаю тем больше чем больше познаю тем меньше я знаю вот и так когда-то очень давно по преданию когда на заре человечества были даны человеку знания о его природе согласно эпоса индусского эпоса или же тех трактатов которые мы называем ведами ригведа мы до нас дошла информация до нас дошли сведения о том что когда-то на заре человечества люди облачившись в кожаные одежды то есть став физическими людьми начали болеть так прошу обратить внимание то что люди начали болеть тогда когда не стали людьми почему потому что это тело физическое тело оно отличается от тонкого тела кардинально если тонкое тело то есть то что мы называем душой она бессмертно она не подлежит или же скажем они не влияют законы физические законы этой планеты в той степени в которой они влияют на всю физическую материю и так тело это уже физическая материя материя обладает одним свойством переходом из одного состояния в другое то есть значит ребенок придя в этот мир получив свое маленькое тельце вот он подвержен этим законам и эти законы будут вести его тело от влажного маленького состоящего на почти на 80 процентов из жидкости рыхленького тельца к сухому истощенному старику и конечно же весь пройдя весь этот путь безусловно в организме человека будут происходить изменения эти изменения неизбежны эти изменения могут протекать по совершенно разному сценарию то есть мы можем переносить эти изменения спокойно без каких-то неприятных ощущений без травм на тонком плане то есть душевных травм а можем это может протекать по другому сценарию когда каждое это изменение будет происходить быстро или же будет происходить непоследовательно то есть переходя скажем из состояния в состояние на две на три степени скажем на три степени на три шага к дегенерации и поэтому все мы дегенерируем все зависит насколько медленно насколько последовательно это будет происходить и вот если это происходит быстро то это сопровождается дискомфортом сопровождается в организме реакции реакции нервной системы реакции психики реакции в конце концов реакции души и вот это мы уже называем болезнь так вот зависит от человека только от человека как это будет происходить конечно же какая-то часть вот этих изменений уже детерминирован то есть есть так называемые генетические наследственные причины и вот человек да он может у кого-то может быстрее стареть кости все вся болезнь костная система аппарат у кого-то может быстрее стареть какие-то органы, вот. Но в целом, в целом, если сейчас не брать во внимание как основу генетическую предрасположенность, а считать, что каждый человек пришел здоровым в этот мир, а это большинство людей так и пришли, то дальше зависит все от человека. И вот это зависит от человека. Знали те древние мудрецы, которые на заре человечества, как я уже сказал, собравшись, согласно того, как говорил, это предание, ведическое предание Рихведа, собравшись в одном месте, в одно время, мудрецы, полубоги, риши, они изложили знания, то есть дали эти знания, рассказали, объяснили, показали, что такое или кто такой человек, с чего он состоит, с каких частей состоит он, какая взаимосвязь между этими составляющими человека, и в зависимости от того, какая взаимосвязь, то есть какая натура у этого человека будет и определяться, то к чему он будет предрасположен, каким изменениям, насколько быстро он будет стареть, или насколько он будет стареть медленно, и как, каким образом этому помешать, или же, скажем, замедлить, и что делать, если вдруг это произошло. Вот эти знания назвали знанием о жизни, наукой о жизни. Достаточно такое широкое понятие, наука о жизни, то есть аюз и веда, то есть знание о жизни. Получилась отсюда и философская система, система здравоохранения и аюрведа. Человек, каждый человек, прежде всего, попадая в этот мир, попадает в океан событий, энергий, внешних влияний и уже созревая влияний внутренних. Вот все это и будет оказывать на человека, будет оказывать или будет двигать человека в каком-то направлении в этом мире. Предположим, что у каждого человека есть своя орбита, то есть свой путь, своя карма. И человек, идя этим путем, более уравновешен, более стабилен, более спокоен, то есть он что-то контролирует. Как только он выходит за эту орбиту, на него начинают оказывать воздействие, совсем другие влияния. И вот тогда для человека это дискомфорт. Но то, как мы будем это чувствовать, как будем это ощущать, этому надо учиться с первых шагов. Вот с самых первых шагов. То есть это первое, о чем говорили эти мудрецы, что мы должны понять, понять, что такое мухурты, то есть периоды жизни, как эти периоды жизни, чем они особенны, и как в эти периоды жизни надо жить, надо себя вести, надо надо себя позиционировать в этом мире. Если нам удастся это понять, то есть если мы сможем разобраться, или же нам будет привитие, знание, как в этом разобраться, и что нам сделать, чтобы остаться в своей орбите, значит, у нас здесь шанс прожить нашу жизнь счастливо, то есть никогда не заболеть. А если нет, то есть нам получается обречены, как бы сами себя подставляем шквалу этих внешних влияний. Понятно, они будут вызывать влияние внутреннее, события, то есть мы будем вовлечены. Вот этот вихрь кармы, ненужной, не нашей, мы обязаны будем ее принять. То есть потому что, конечно же, выйдя из своей колеи, попал в колею другую, попал в другую орбиту, мы встретим там и метеориты, то есть встретим и людей, которые не были предназначены нам для встречи, встретим и события, которые не наши, и встретим обязательно проблемы с физическим телом, на которые, возможно, у нас не хватит физических сил. Вот чтобы этого не произошло, существует самое первое правило. Мы должны понять, то есть мы должны жить с открытыми глазами, мы должны жить в состоянии видья. Как это сделать? Как это сделать, когда мы только родились, пришли в этот мир? Никак. Если этого не сделают и не помогут нам наши родители. А значит, если вы родитель, то ответственность на вас уже вдвойне, и за себя, и за своих детей. И родители могут забывать, потому что, как правило, родители – это люди, находящиеся в период своего максимального энергетического подъема, об этом я буду говорить, то есть своей огненности, в своих эмоциональном повышенном состоянии. И они больше заняты, чем другим. Для этого есть дедушки и бабушки, которые должны напомнить. Таким образом, ребенок, младенец, должен получить цепь информации, до него должна быть доведена цепь информации, которая называется знаниями. И если эти знания ребенок может акцептировать себе, и ему удалось это сделать, вот тогда у него появляется основа, платформа. Мы не можем изучать, мы не можем жить в видье, не будучи в видье. То есть, объясню, мы не можем получить знания свыше, если у нас нет основных, самых правильных, изначальных понятий, если наш мозг не открыт к этим знаниям. А мозг открывается, сознание открывается навстречу знаниям, только знаниями. Чтобы иметь золото, чтобы делать золото, надо иметь золото. Все. Вот первый этап, это то, в какое поле, в какое ментальное состояние мы будем погружены после своего рождения. Если это удалось, то есть, если появилась небольшая тяга к знаниям, интерес, если ребенок проявил себя, открыл свои рецепторы для поступающей в него информации, он готов это воспринимать, у него есть шанс научиться. И вот тогда вступает второй этап, когда вместе с определенными знаниями о том, что такое хорошо и что такое плохо, поступают не только знания о том, что хорошо – это когда сладко и когда горько – это нехорошо, а когда поступают более глубокие, более широкие понятия, что такое хорошо и что такое плохо, скажем, ветер, который дует постоянно и в неприкрытую голову – это плохо. Или же, скажем, когда мы сильно много смеемся или сильно много грустим – это тоже плохо. И так далее. То есть, есть много, очень много об этом, суть этой книги и будет заключаться в том, что будем изучать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Немножко больше, чем, скажем, когда-то об этом написал Маяковский. И вот, когда сформируется основа, что такое хорошо и что такое плохо, появятся, что самое главное – фильтры. Фильтры сознания. Без этого жить нельзя. Сегодняшний мир жесток. И он жесток прежде всего тем, что он превращает сознание детей, сознание людей в мусорную яму, в свалку. Вот в прямом смысле – в свалку информации. Информации, которая в большинстве случаев или в своей массе она не имеет, то есть она не может являться пищей для мозга. Потому что есть информация, которую мы поглощаем, и она является как бы пищей для мозга. Она развивает мозг. Она включает наше сознание, которое доводит эту информацию до какого-то логического завершения. И тем самым формирует в нашем мозгу, в нашей ментальной сфере то, что мы называем ассоциациями коры. То есть она формирует рефлексы, формирует опыт, формирует мудрость. А есть информация, которая является просто мусором. Она не может ничего сформировать. Она не имеет в априори логического завершения, как скажем, искусственный хлеб. Уже же делают искусственный хлеб. Или искусственное яйцо. Оно выглядит как яйцо. Ему должно придать запах яйца. Но он никогда не даст тех питательных веществ, которые есть в яйце или в хлебе. И поэтому, но вся эта информация, она возбуждает определенные центры определенные эмоции, вызывает к жизни эмоции. Эти эмоции приводят к тому, что в коре мозга, в подкорковых структурах выделяется определенное количество нейротрансмиттеров, таких как адреналин, допамин. И человек чувствует какой-то прилив сил, филинг мы его называем. Но она пуста. И вот этот мусорник, если с детства, с раннего детства нет фильтров, мозг превращается в мусор. И, конечно же, такое сознание не способно в дальнейшем распознать свою колею в жизни. Оно ведомо. Оно больно. Обязательно ты будешь наступать на камни, спотыкаться, попадать в болото, из которого тебе потом саму придется вылазить. И еще. Вылазить всегда приходится только самому. Вообще, человек приходит в этот мир один. Один сам. И уходит один. Поэтому он может создавать вокруг себя маленькие эгрегоры, маленькие сообщества. То есть, то, что мы называем дружбой. Эта дружба может помогать ему и другим. Это все базируется только на взаимопомощи. То есть, дружба это всегда тогда, когда ты отдаешь, не ожидая взамен. Это истинная дружба. И вот тогда другой тоже отдают. И получается такой эгрегор, получается целый энергетический анклав, в котором ты приобретаешь чувство силы, потому что все отдают. Но когда этого нет, ты один. И попав в болото, ну, ты будешь в нем тонуть. И вот многие, к сожалению, очень многие молодые люди, не выстроив фильтров, не расширив свое сознание до уровня глубинного восприятия, к сожалению, вынуждены болеть. Чем болеют люди? Опять-таки, тем, что когда-то сказали Риши. Они разделили все болезни на болезни разума, сознания, на болезни души и на болезни тела. Изначально понятно, что первое, первое, это болезнь души. Травмированная душа проектирует в сознание болезненные рефлексы, болезненное понимание или непонимание. То есть, человек переходит в то, что мы называем овиде, то есть, непонимание, невежество. И в состоянии невежества начинает болеть тело. Это первое. Второе, о чем надо сказать. Те же самые Риши сказали, обучая людей, они дали понимание того, что человеку, сколько человеку, понимание меры, сколько человеку чего нужно. Сколько ему нужно радости, сколько ему нужно горечи, сколько ему нужно еды, ментальной, духовной, сколько ему нужно пищи телесной. Когда ему нужно голодать и когда ему нужно набираться сил через пищу, а когда нужно набираться сил через сон, и сколько он может взять, то есть, сколько человеку нужно спать, чтобы набраться сил. Ведь говорят, да, сон дает силу, но если мы будем спать очень долго, мы ее и потеряем. Это как, это опять-таки знание о мухуртах, о циклах, о временах. Да, если 22 июня наступит день летнего солнцестояния, пик, и после этого солнце начнет идти в другом направлении, земля повернется своим полюсом, и человек, организм начнет отдавать свои силы, отдавать, а до 22 июня организм накапливался, это все знают, как и травы, лекарственные растения, они набирают свою силу, вот, соки поднимаются вверх, потом они начнут переходить в плоды, и так точно и в организме человека, вот, если мы знаем эти вещи, понимаем, мы, конечно же, понимаем, имеем знание меры, мы никогда в жизни не сможем переступить это, и тем самым не нарушить наш физиологический баланс, который, как я вам уже сказал, будет зависеть и от того, какое, насколько чисто наше сознание, от того, насколько у нас есть присутствует чувство меры, также молодой растущий организм или же уже созревший организм нуждается в отношениях с окружающим миром, это тоже целая наука, та наука, которой, извините, не учат, то есть, как соприкасаться, да, нас учат, что надо здороваться, надо, хотя в последнее время, к сожалению, этому не учат, может подойти мама с ребенком, либо утупиться вниз, и ты ему будешь говорить, пытаться его разговаривать, он будет смотреть на тебя и издавать звуки, очень похожие на мычание, вот, все чаще и чаще, но мы же общаемся не только с людьми, мы общаемся с воздухом, с ветром, с солнцем, с дождем, с землей, с травками, с деревьями, с животными, с птицами, с людьми, мы со всем этим общаемся, и общение с этим миром на каждой, на своем уровне создает целостность нашего сознания, создает целостность нашего организма, общение с воздухом происходит через дыхание, а можем ли мы дышать, общение с воздухом происходит через нашу кожу, а можем ли мы ее одевать, что мы ее одеваем, общение с воздухом Солнце происходит через то, как мы относимся к ветру, как мы относимся к тишине, как мы относимся к влажности, как мы вообще относимся к погоде. Наконец, солнце. Солнце – источник жизни. Первый источник жизни. А умеем ли мы с ним общаться на всех уровнях? То есть можем ли мы ему радоваться? Можем ли мы воспевать ему гимны? В Индии вообще делают целый ритуал утренний – сурья намаскар, то есть приветствие Солнцу. Целый цикл йогических упражнений, состоящий из 12 асан. О них я тоже расскажу. Утром во всех монастырях во всем мире, там, где есть эти монастыри, там всегда молитва совершается перед восходом солнца. Многие мудрецы указывают на 4.30, на час Брама Мухурты, то есть на час максимальной активности природы. То есть не знаем этого. Многого не знаем. И когда оно заходит, что происходит? Почему нельзя кушать тогда, когда зашло солнце? Вот заходит. Что произошло с пищеварением? Вот солнце оказывает у нас тоже влияние и в дневном цикле, и в месячном, и в годичном, и в цикле жизни. Поэтому это тоже знание. Извините, это тоже знание. Знание, которое необходимы человеку, чтобы быть счастливым. Пища – это нескончаемая, телесная пища – это нескончаемая. То есть о ней можно говорить, не прекращая, и о ней можно философствовать, спорить и изучать этот вопрос. То есть это тема, нескончаемая тема, которая может продолжаться всю жизнь. И самое уникальное то, что она и должна продолжаться всю жизнь, потому что пища у ребенка, у младенца одна, ему нужна грудь. Потом ему нужно что-то другое, когда организм вырос, подрос. Ему нужно третье, когда человек склоняется к старости и так далее. То есть пища на самом деле является той связью, я же говорил о связях с природой, то есть связи, с которой мы связаны и с землей, и с воздухом, и с водой, и со всей природой. Поэтому это не просто источник калорий, килокалорий, белков, жиров и углеводов, витаминов, как это пытается сейчас пролиферируя, как и все в принципе в этом мире, до вот этого скудного, очень маленького, такого материального понимания. Вот это источник белков, жиров и углеводов и прочее. А пища – это наша связь с природой. Не зря же сказано, что едим те, и то мы и есть. И вот тогда, когда мы поймем это, что этим мы связаны с природой, тогда понимание постов, ограничений, дней голода, празднеств, мы увидим по-другому. Но для этого надо знать, что это такое, и вот для этого мы с вами будем общаться. Наконец, есть еще много аспектов, которые тоже надо знать. Сон. Сколько спать? Когда спать? Как укрываться во время сна? Спать ли днем или не спать днем? То есть много можно опять-таки говорить, но одно важно, одно важно. Есть мухурты, есть циклы, есть то, как устроен наш мозг. Вот это то, что умалчивается, и это не может обмануть никто и ничто. Наш мозг устроен таким образом, что определенный, он как бы антенна. Как мы перелетаем, скажем, с нашим мобильным телефоном в другой часовой пояс, смотрим, уже все, уже нам показывает время в Занзибаре или там во Вьетнаме. О, 6 часов сам телефон уладил, или в Индии 6,5 или 5,5, все. Смотрите, как шикарно все. Вот так точно наш мозг. Он переехал туда, он через день-два перестроится. Он перестроится к чему? К солнечным часам. И поэтому ему нужно пробуждаться и отходить ко сну будет в то время, которое соответствует ходу солнца именно в этом регионе. А почему? Потому что будут периоды, которые мы должны позволить мозгу себя восстановить. И как это неприятно или неприятно слышать совам и филинам и прочим.